В окружной столице прошло одно из самых ярких мероприятий лета. Около 10 тысяч ханты-мансийцев провели время на пикнике. На набережной Иртыша работали многочисленные площадки. Так, на аллее красоты можно было получить совет по личному стилю, прическе и украшению. Рядом специалисты помогали подключиться к единому порталу госуслуг. Что еще интересного предложили гостям пикника, узнала Олеся Безденежных. Как мы любим ханты-мансийц! Ура! А как другие люди любят ханты-мансийц? Любить родной город еще больше. Пожалуй, такую цель ставят перед собой организаторы летней вылазки на природу. На берегу Иртыша, оказывается, тоже можно хорошо провести время. Чувствуем себя как на море. И море не надо. На море вот идем так же. Набережные, набережные, набережные. Для детей все что угодно. Аквагрим, мыльные пузыри, подвижные игры. А вот взрослые. Кто растянулся на травке под солнцем, кто танцевал зумбу. Были и те, кто участвовал в мастер-классах. На них, к примеру, учили личному стилю. Популярными стали площадки, где в большом количестве делились едой. Кафе и рестораны города приглашали продегустировать свои фирменные блюда. Программа пикника гораздо объемнее и такая она насыщенная. Каждый час дегустации чего-то происходит. Зона питания расширилась в разы. На аллее мастеров занимались творчеством. Делали украшения, цветы и корзины. В этот раз на пикнике можно было сделать расслабляющий массаж, маникюр и сменить прическу. Рядом специалисты помогали зарегистрироваться на портале госуслуг. Тут же оплатить штраф или пошлину. Словом, совместить приятное с полезным. Фамилия и имя отчества вашего. Где родились? Имя отчества матери. Бурова, антимы. Так, за границей были? Были. Где, когда? Ханты-Мансийский еще раз подтвердил звание спортивной столицы региона. Так на пикнике отметилась молодежная хоккейная команда «Мамонты Югры». Пикник уже стал популярным. В этом году он собрал не меньше 10 тысяч человек. И это были не только жители окружной столицы. В Ханты-Мансийск приехали сургутяне, вартовчане, из поселка Горноправденск, преодолев полторы сотни километров, прибыла большая делегация участников. Они тут же засветились на пикнике. Суровые ребята в камуфляже бьют все рекорды по отзывам в соцсетях. Городской пикник проходит в рамках проекта социальных инвестиций «Родные города». Он объединяет интересные мероприятия по всей Югре. Так, благодаря грантам, реализуются идеи по дошкольному воспитанию и сохранению традиций. Олеся Безденежных, Александр Шулдиков. Специально для телеканала Юграм.